Хотя бы больше, чем депутат Государственной Думы. Я перед ней шляпу сниму. Понятно. Но депутат Государственной Думы на сегодняшний день два раза в неделю бывает. Мы с вами чуть ли не каждый раз видимся, понимаете? Каждый раз. Вот, Тём. А когда министр культуры, а тем более это его подведомственное учреждение, это же не районных властей, это не вольчат, это областной театр. Правильно я так понимаю, да? Да. Вот ведь о чём. Я понимаю, что вам сказать это нельзя. Я за вас это скажу. Спасибо. Потому что у меня вопрос есть с ней. Хорошо. Губернатор вынужден несколько раз давать команду. Для чего? Чтобы министр культуры решение приняло возить сюда с других районов работников культуры, чтобы спектакль смотреть. Вот я как депутат Государства Думы от своего округа, я за свои деньги буду сюда возить как можно больше людей моего округа. с Азинок, с Дергачей, с Перелюба, понимаете, да? С других районов. Потому что я считаю, что это областное событие. А когда министр культуры говорит, слушайте, это там не наша тема, это пускай районы это делают, ну я тогда шляпу, конечно, ещё снимать рано перед такой культурой. Вот. Это не в виде критики, это в виде просто пожеланий. Понимаете? Ведь изначально, когда наш земляк Вячеслав Володин нашёл время и сюда приехал в театр посмотреть, как ведутся, да, что тут делают. Понимаете? И тогда было принято решение, что министр культуры здесь жить должен. Вот так эти вопросы решаются. Если уж у вас денег нет, возможности нет, так орг-вопросы возьмите на себя. Орг-вопросы возьмите на себя. А мне печально, что у нас в Вольском, в Воскресенском районе по три месяца культура не получает заработную плату, работник культуры. А министерство говорит, а это не наше, это район пускай отвечает. Слушайте, тогда вы определитесь, за что должно отвечать министерство. За что? Федеральные объекты, значит, а я ещё в ноябре этот вопрос ставил. Собирал министр культуры. Я понимаю, что это не ваша и не ваша задача. Вы нам должны нести творчество, что вы и делаете. Ваша труппа одна из лучших в стране. И я уверен, что мы такую постановку здесь сделаем. Но чиновник должен обеспечивать вот эти вот вещи. Я считаю, это вещи правильные, их нужно делать. Понимаете? А когда я в Вольском районе, в Воскресенском районе, ко мне обращаются работники культуры, мы зарплату не получаем. Слушайте, ну, я, конечно, понимаю, что, ну, тут Валерий Васильевич многие вопросы берёт на себя, в том числе и за министерство культуры страхует. Но это неправильный подход. Неправильный. Понимаете? Я готов помогать. Я каждый день готов с вами встречаться, с вами встречаться. С творческим коллективом мы тогда с вами встречались. Мы готовы. Но в любом случае, я думаю, что министерство должно быть взаимно. Но хотя бы на уровне начальника, замминистра культуры здесь кто-то должен быть. И вот эти вопросы снимать. Не вы за Христа ради просить строительную организацию, вот она шепчется, что собрала районной властью? Понимаешь? Денег нет? Они говорят, слушай, а ты нам ещё вот это сделай. Они приходят, слушай. Мы тоже так же их проводим. А это не ваша работа. Это должно быть министерство. Я бы так понимал. Вообще денег ведь не надо им. Денег дал Вячеслав Ильич Володин. Их какие отношения? Министр культуры или кто-то из департамента культуры пришёл и сказал, Слушайте, ребят, вы вот тут вот подкрасьте, а я вам на каком-то объекте какие-то вещи компенсирую. Понимаете? Вот плохо что. Теперь понимаю. Смотрю, всё-таки вот тут полы подкрасили, там что-то сделали в библиотеке, да? Готовились к приходу. Это правильно, когда это находится всё в районной собственности. А я хочу сказать, депутат, он должен отставить интересы жителей, населения. А я в Вольск приехал, уже чуть ли не раз в две недели нахожусь на театре. А министр культуры области здесь редко появляется. Понимаете? И поэтому руководитель театра, областного театра, областного, это же не районный театр, он говорит, Николай Алексеевич, а у нас вот здесь вот надо ещё помочь. Вот здесь вот нужно что-то сделать. Я хотел о чём сказать. А эффективность и неэффективность – работа власти. И вот в отношении культуры у меня возникает ряд вопросов. В Воскресенском районе по три месяца заработную плату не платят работникам культуры? И все молчат. Понятно, что район, он боится какие-то предложения сказать. Я приехал, он говорит, Николай Алексеевич, нам деньги не платят. Это легче всего сказать. Слушайте, а это не наше учреждение, это учреждение культуры. Но думаю, это неправильно. Мы же не разделяем, чье это учреждение, чья это библиотека. Мы стараемся и находить возможности помогать. Поэтому вот я пользуюсь случаем, находясь именно в учреждении культуры, пускай оно будет районное, но обращаюсь всё-таки к министру культуры Саратовской области. Вы, пожалуйста, займитесь наведением порядка и социальным спокойствия в учреждениях культуры. А то денег нет, но я тоже ведь понимаю. Но когда на ремонт театра выделяются спонсорские деньги, вы даже не можете приехать и проконтролировать, как идёт ход работы. Вы даже не можете посоветовать, что сделать. А строители обращаются ко мне, как депутаты Государственной Думы. Ну я же не строитель, я не курирую строительству. Я готов помогать нашим землякам, вольчам. Мне непонятно отношение министерства культуры, не министра культуры, а министерства культуры, когда я сказал о том, что театр малых городов в городе Вольске должен стать, в принципе, для культуры нашей области таким флагманом культуры. И я думал, что уже министерство культуры подготовит списки, где со всех районов, с Алгайского, с Наузенского, с Дергачёв, не оттуда, где окраина нашей области, как многие говорят, в том числе и работники культуры областного министерства. Они забыли, что с нашей области начинается Российская Федерация. Граница России оттуда начинается. Они говорят, нет, это пускай районы думают, как сюда привозить работников культуры. Я сам в своём округе, все учреждения культуры буду привозить к нам вольф на наш спектакль. Здесь же все театры России соберутся. Это же ведь очень интересно посмотреть, что нового будет в театральном творчестве, в новых культурных каких-то достижениях, и себя показать. Вы посмотрите, как город Вольск у нас с вами консолидировался вокруг этой задачи. Я смотрю по-разному, но всё равно руководители предприятий, собственники домов, как-то начинают красить, порядок наводить. Это хорошо. Это, я считаю, хорошо. Это в любом случае останется нам, гражданам Вольского района. И, конечно же, мы должны показать именно Вольск, как древний купеческий город, со своими традициями, со своей культурой. Опять возвращаемся к Министерству культуры. А когда они здесь не бывают, они здесь жить должны. Вот ваши власти и начальник вашего управления, и, значит, глава района, они всё-таки переживают за это. Жители переживают. Я смотрю, как-то вот, ну, немножко начал преображаться город. Понятно, проблемы есть с дорогами, там, с другими вещами, но всё равно мы увидели какую-то надежду и в движении. Дороги завтра сделают. Я просто уверен, но творческую интеллигенцию, её за один раз не восстановишь. Понимаете? Поэтому вот я и обращаюсь, может быть, меня здесь, в учреждении культуры, услышит министерство. Я полностью поддерживаю оппозицию губернатора Валерия Васильевича Радайова. Он здесь приезжал, и только с ним, наверное, министр культуры был. Где она без него была здесь? Я-то не видел, а это плохо. А Валерий Васильевич сказал, что для области, для нашей, этот конкурс, это мероприятие, оно является областным. И уже я, ну, честно вам скажу, вынужден был к нему обратиться, говорю, Валерий Васильевич, но подскажите вы министру культуры, что надо со всех районов сюда привозить и показывать эти спектакли. Поэтому вот, а теперь от этой темы отойду. Вы же меня ворчали к этой теме с подведением. Анатолий Иванович Краснов, вот он что-то начал говорить, да, про деньги. Говорит, денег у нас нет, но, говорит, нужны деньги. А работникам культуры немножко нужно другое. Здесь работают, особенно в библиотеках, люди творческие. Люди творческие, они говорят, книг нам дайте.